Доброго времени суток! Доброго времени суток, дамы и господа. Этим жарким летом Картошечка запустила новые ранговые бои 10 на 10. До 12 июля они еще будут длиться. Для меня же они уже в принципе закончились. У меня есть еще призовые бои, я могу их поиграть, а могу и не поиграть. Ведь я уже в принципе в золотой лиге и мне в принципе делать больше там нечего. Так вот, что хочется сказать про эти ранговые бои. 10 на 10, немножко там добавили новых каких-то ролей для некоторых танков. Да и по сути все, особо изменений больше никаких и не было. Просто поскольку меньше танков, то скорректировали количество шевронов, которые люди теряют или получают во время боя. Разработчики рассказали, что типа, вот круто, вы теперь будете лучше влиять на бой. Ваш результат очень важен в каждом бою. Поскольку 10 на 10 каждый человек делает больше вклада в победу или в поражение, чем в 15 на 15. Я сразу сказал, что да, действительно это так. Дисбаланс респо будет больше влиять на бои 10 на 10, чем бои 15 на 15. Дисбаланс танков, косяки балансировщика и плохо играющие союзники или враги будут сильнее влиять на каждый бой. Я только закрепил эти предположения свои, пройдя эти ранговые бои. Иногда балансировщик собирал полнейшую дичь, ставя танки друг напротив друга совершенно неподходящие. Иногда у нас был слабее респ, иногда сильнее, это тоже сильно бросалось в глаза. Гораздо сильнее, чем в боях 15 на 15. А некоторые дисбалансные карты, которые люди просят годами исправить, они еще умудряются добавлять в ранговые бои. И в ранговых боях дисбаланс респо замечен еще сильнее, чем в боях в рандомных. Тем более 10 на 10. Балансировщик абсолютно не подходит под ранговые бои, потому что он их порит. Эти бои и они становятся не очень. Также еще давайте поговорим про формулу, которая в ранговых боях начисляет, забирает или оставляет шевроны, сколько у вас было. На мой взгляд, эту формулу нужно срочно запретить, переделать и она неправильная. Она подталкивает людей в некоторых боях сразу играть на поражение. Также некоторые игроки не понимают, кто играет на победу, кто на поражение. И в целом большинство играют на себя, на свой шеврончик, при этом глобально играя на поражение. И те люди, которые играют хорошо, им нужно подстраиваться под людей, которые играют на поражение, для того, чтобы не сыграть плохо и не потерять шеврон. Поскольку, когда в боях 10 на 10, несколько игроков сразу играют на поражение и не едут играть с остальными игроками в играбельные направления и не пользуются преимуществами респаи или оставляют своих союзников, которые поехали играть активно. Но часто случается так, что люди и на тяжах остаются стоять в кустах кемперить и на быстрых танках и не делают ключевых вещей, которые простые стандартные тактики. Казалось бы, ничего в них сложного нет, но они их не делают. Не говоря уже про что-то более сложное и замудренное. И люди зачастую, играя на поражение, еще умудряются иногда получать за это шеврон или просто не терять их. Но если ты с такими игроками играешь в одной команде и играешь на максимальный результат, на победу, хочешь забрать все шевроны по максимуму, скорее всего ты можешь совершить ошибку, поскольку ты один не вывезешь против вражеской команды, которая поехала играть вся. Поэтому тебе приходится тоже заранее подстраиваться под поражение, возможно разыгрывать позиционки, поскольку это все-таки рандомный бой в любом случае. И даже если ты не поедешь, увидев, что часть твоей команды не едет играть, то кто-то все равно поедет. И в начале боя потерял в бою 10 на 10 несколько танков бесплатно, вы уже теряете огромные шансы на победу. И вам придется вытаскивать буквально бой из задниц. А враги скорее всего так кучей поедут и все снесут. И тут ты стоишь между молотом и наковальней. Что делать? Пытаться с теми, кто поехал играть, тоже сыграть? Или остаться с теми, кто стоят, пытаться занять тоже позицию и возможно принять врагов в позиционке? В этом и заключается весь скилл в этом ранговом сезоне 10 на 10. Насколько лучше ты подстроишься под такие бои? Насколько лучше ты подберешь танк и тактику? В нужных боях ты остановишься и не поедешь упарываться. А в каких надо активнее и агрессивнее сыграть, ты поедешь со своей командой и снесешь врагов. Это ключевое, что нужно делать в этих боях больше ничего. Иногда позиционка, иногда активная атака. Все. Все очень просто. В начале боя ты смотришь на команду, куда твоя куча союзников поехала, туда ты едешь играть вместе с ними. Вот и все. Вот и такие элементарные ранговые бои. Они очень элементарные, простые, как 2 копейки. Они намного проще, чем большинство прошлых сезонов ранговых. Но есть одно но. Второй дивизион это болото. Во многих играх, где есть ранги, существует такое место, называемое болото. Где большинство таких среднячков задерживается и не могут никуда протолкнуться ни вверх, ни вниз. И они туда-сюда там двигаются. И даже сильные игроки там начинают немного задерживаться, потому что там происходит полный хаос в боях. Так вот второй дивизион в картошке получился болотом в режиме 10 на 10. Квалификацию, третий дивизион и первый дивизион я проскочил прям как по маслу. Очень быстро прошел, получил хорошие проценты. Все было шикарно. А вот второй дивизион аж жопа сгорела. Это был полный ужас, поскольку там было очень много 52-53% игроков, которые играли каждый бой на поражение. Они абсолютно не хотели ни во что играть. Они сидели на тяжах и на стэшках в кустах и ничего не делали. Нужно было с ними умудриться как-то там подстроиться и хоть что-то с этим сделать. Даже с более слабыми игроками было играть легче, поскольку они просто едут и это очень легко разыгрывается. Также с более сильными игроками тоже проще, поскольку с ними легче скоординироваться и в атаку съездить, и позиционку тоже с ними легче постоять. А вот со среднячками полный ужас. Вот такие ранговые бои. На мой взгляд они не доделаны абсолютно. Формулу шевронов нужно переделывать, поскольку люди изначально сразу играют на поражение. Это не особо интересно. И они еще за это иногда получают награду, что ломает танковые умы и они начинают думать неправильно про игру, про тактику. В общем картошка сама портит свое комьюнити такой формулой начисления шевронов. Люди опираясь на эту формулу портят свой скилл и неправильно начинают думать про игру, про тактику и про то как надо играть. На мой взгляд в таком виде режим нужно запретить и закрыть, поскольку эта формула просто извращает мозги игроков. Но сразу соглашусь, что сделать правильную формулу очень сложно, так чтобы она в большинстве случаев правильно начисляла и награждала тех, кто играет хорошо, а не тех, кто с первой минуты играет в поражение. И чуть ли не вручную надо каждый бой отсматривать, чтобы понять кто просто руинит бои. Но они при этом еще иногда умудряются шевроны получить. Это конечно ужасно. На мой взгляд режим недоделанный, очень много косяков с балансировщиком выплывает, дисбаланс карт на месте. В целом мне этот ранговый сезон понравился больше чем прошлые, поскольку просто его было легче пройти и не нужно сильно долго над ним париться. Но в целом это не ранговые бои, это просто кто лучше подстроится под ситуации с этой формулой, которая начисляет эти шевроны и все. Кто лучше подстраивается в каждом бою, под ситуацию, вот в принципе и все. Я бы не назвал это ранговым режимом, это просто какой-то такой своеобразный режим на любителя. С вами был Варчик, играть красиво, всем пока.